мне нажать понятно да ты можешь нажать но она все равно уже все равно уже запись пошла хорошо здравствуй тогда еще раз и для начала представься пожалуйста скажи как тебя зовут и где ты сейчас находишься географически географически нахожусь под минском 10 километров могу прорекламировать собственную деревню хорошо спасибо и первый вопрос будет такой кто ты кто ты как человек и здесь ты можешь поделиться про свои увлечения про интересы про черты характера может быть истории какие-то которые описывают тебя в твоем понимании вот что сейчас приходит на ум приходит на ум актуальная и скорее функциональная когда спросила такой знаешь как нокаутирующий немножко немножко раздевающий вопрос но когда пришел тебя уже после этого вопроса но побежали мысли про то что я прежде всего отец маленького ребенка ну вот вот то что приходит а потом уже вот кто-то про ну почему-то идут ассоциации некими такими функциональными моими особенности про то что я отец потому что я муж про то что я там еще какие-то вот а если уж так из-то философски то думаю что ну я тот кто ищет и думаю я тот кто иногда находит и иногда радуется а иногда огорчает потому что находит ну я думаю что ну как-то не хочется дальше продолжать хорошо а можешь ли еще вот к этому вопросу про кто ты поделиться про свои ценности какие да и как ты и как ты их еще придерживаешься в жизни такое уточнение ну ценности знаешь когда меня спрашивали что для меня самое важное у меня всегда был такой заготовленный ответ еще с юношества я говорил меня главная любовь но по мере того как я живу все больше и больше я понимаю что ну любовь остается но она делает как-то больше в тени что ли а на первый план приходит ну вот по года я даже сегодня немножко с женой ругался потому что она ограничила мою свободу на том что свобода это очень важно вот так что ну вот это и есть две главные более того я думаю что ну ну это нормально мне кажется искать то что люди называют мудрость вот так мне кажется что вот отрегулированность этих двух ценностей по мере того как человек живет ну и может и давать мудрость вот другое дело что само понятие любовь включает себя там очень много самых разных составляющих и само понятие свобода тоже может трактоваться очень по-разному но мне кажется что вот более того мне мне кажется что в жизни человека есть разные течения или периоды куда главенствует или любовь или свобода когда они друг с дружкой устраивают соревнования иногда соревнования иногда танец вот но когда они более того они гармонизируют друг с другом вот ну потому что если максимум любви то можно думать то это практически мы говорим про зависимость ну потому что знаешь ну там я думаю что алкоголик страстно любит свой алкоголь а если говорить о максимуме свободы то ну к сожалению наверное можно говорить об одиночестве думаю что здесь можно говорить да об эгоизме и но они могут друг дружку как-то уравновешивать и там когда слишком много любви должна вступить свобода когда слишком много свободы должна вступить любовь когда они вот танец друг с дружкой и это все внутри нас происходит не только внутри но и снаружи и когда когда они вот вот этот танец более-менее гармонично начинает исполнять и когда это гармоничность внутри каждого из нас произрастает или или протунтовывается или как это сказать прорисовывается ну тогда вот я думаю может наступить вот то что является закономерным итогом любой жизни вот то что можно назвать мудростью вот так что про это это мои любимые я люблю про это спасибо что делишься тогда следующий вопрос еще хочу спросить расскажи пожалуйста какие люди повлияли на тебя на то кто ты сейчас какой ты сейчас я понимаю что это может быть очень много людей но может быть какие-то имена вот прямо сейчас появляются да конечно спрашивала у меня конечно ближний дальний круг возникает и когда я их внутри себя я точно знаю что я даже немножко чуть-чуть слеза пробивает потому что но это люди которыми я благодарен ну и когда я думаю про них ну конечно это родители прежде всего они стоят такими знаешь самыми главными людьми ну а потом почему-то идет череда тех кто были просто учителями в школе но они как-то как будто ну такие немножко тени а вот потом начинают какие-то очень важные люди которые вот прямо сейчас мелькают и и и и возникает я думаю да можно так сказать это те ну кто дал любил наверное вот и ну в конце концов любовь это чувство взаимное взаимные чувства имеют другие названия так что ну наверное те которым благодарен если персонально называть вот там если кого ты считаешь своими учителями там профессии ну да у меня есть это это сейчас его зовут в то время я проходил у него один из первых тренингов именно по тогда это называлось мастерский курс НЛП я как раз тогда думал куда же мне пойти это было начало 90-х ну средина наверное да и он датянин который сейчас живет и живет работает и иногда даже мы друзьям в фейсбуке когда его звали Ханс Браймер он взял другое имя и его жена я был так влюблен в его громадную у него громадные уши поначалу мне казалось о боже какой урод вот а под конец тренинга это всего лишь три недели по моему я смотрел на эти уши и думал боже это уши ангела вот но потом я все равно ушел в гештальт как более структурированную и проработанную систему помощи людям а каким образом он повлиял на тебя то есть кроме ушей а ты знаешь ну вот в нем удивительно сочеталась поддержка и требовательность и ну ты же понимаешь что учителя это те которые дорабатывают родительские ну функции и потому ну вот он был любящим и требующим вот потом я очень благодарен Даниле Хломову вот ну мне с ним пришлось пришлось приходилось очень надолго взаимодействовать они на нас учились мы были первой группой гештальзистской в Минске ну и знаешь его способность быть в нужное время в нужном месте и сказать всего лишь несколько слов которые в тебе переворачивали вот и я вот вот несколько таких переворачиваний души которые у меня были в связи с ним я до сих пор вспоминаю большое благодарность вот ну как будто вот все какие-то колесик внутри себя они просто взяли и перевернулись и так и уже работают всю оставшуюся жизнь как будто так как будто мне это и нужно вот еще я очень благодарен у меня была возможность 8 лет сотрудничать с немецким аналитиком мы же все были недолеченные вот Герхард Дуберт прайс вот и мы после гештальта ну работали 8 лет он был таким ну как был он сейчас есть у меня сейчас с ним связь такая ну правда в виде сообщений поздравления днем рождения но все равно знаешь я точно помню тот момент когда мир который казался чуть плоским благодаря Герхарду стал объемным я не знаю как это получилось то ли это может быть мое какое-то созревание то ли это его заслуга но он правда стал таким знаешь объемным и ну я ему за это благодарен ну если вот на вскидку то вот вспоминается именно эти люди хорошо спасибо а расскажи пожалуйста какие ситуации или обстоятельства или события повлияли на тебя на то кто ты сейчас какой ты сейчас и каким образом шестой класс школы так прям четко шестой класс ага да кабинет по моему русская литература может украинская я заканчивал украинскую школу и там слова Шевченко а не по-русски писал искать плет орла и сердце чистой голубицы людей изведать и любить ну вот почему то это вот ну как то как как девиз что ли я я помню как это прямо зашло мне сначала сюда потом куда-то еще дальше вот и наверное в жизни каждого человека такое бывает вот оно просто приходит из ниоткуда как будто ну когда мы или готовы или хотим чтобы это зашло и и что-то с нами сделало ну потому что я вообще приверженец такой мистической модели мира это как ну что люди говорят ну то что есть бог я думаю он есть только ну это не дядька там сидящий на небе а некая такая общая закономерность которой мы кстати и и всю жизнь и хотим как-то ну пройти что ли я забыл еще сказать про одного давай блин я мне сейчас стыдно перед ним что я забыл вот я все время вот когда собирался собирался ну вернее ну вернее вот видишь у меня я вот как будто сейчас оказываюсь там на том перекрестке когда думал и и и о ужас вот сейчас я с ужасом понимаю что я забыл вот ну да я вспомню потом скажу если ты не понял хорошо просто ужасно вот ну наверное я надеюсь что это не может быть это мои мои моя психика такое вызволяет вот прямо сейчас я весь покрылся потом хорошо если еще что-то добавить про ситуации события обстоятельства ну когда ты это спрашиваешь я знаю что это своеобразный неистовый поиск любви ну и конечно это смерть отца который погиб от алкоголизма это ну это как будто включило во мне потери любви я его искренне любил и потеря любви ну как будто заставило что-то компенсировать так что я думаю что здесь ну я ничем от других не отличаюсь хорошо можем двигаться дальше да хорошо расскажи пожалуйста как ты переживаешь или как ты ощущаешь себя мужчиной что это значит для тебя быть мужчиной мне кажется это сложный вопрос может быть поделишься про свой опыт бытья мужчиной вот что-то вот про это ну вообще мне прежде всего приятно быть мужчиной я не знаю а во-вторых мне кажется это как-то очень ответственно потому что с моей точки зрения сейчас ситуация когда ну правда происходит агония патриархата и и и ну женщины по праву занимают ну то место которое то место которое которое им давно положено занять и мужчины должны уйти в тень но ну вот как-то хочется уйти в тень с достоинством уступив место женщинам ну потому что я правда вижу полным полно очень достойных женщин и очень немного мужчин ну ну как бы которые умеют ими быть не знаю как как даже ну эта тема мне не очень почему-то важна вот и мне почему-то грустно но при этом я я я родился в семье где а ну такой как не парадоксально мальчику были больше рады чем девать у меня всегда было ну чувство вины что это так но при этом ну и гордость и что это так это и то и другое ты чувствовал что тебе больше рады да как мальчику ну у меня там своя специфика мой дедушка ну мой род был уничтожен советской власти я единственный последний представитель своей фамилии он просто был ну я последний сын его младшего сына я был последней надеждой и я с этим проклятием там проживаю всю свою жизнь может быть из-за этого я там родил еще одну дочку угу 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 не знаю я вот ответил на вопрос нет ну вот это ну такие спонтанные да да которые у меня рождают да ты по-своему отвечаешь ты рассказываешь какую-то свою историю про себя чем-то делишься угу угу хорошо тогда следующий вопрос расскажи пожалуйста про свои отношения с возрастом как ты переживаешь свой возраст как ты ощущаешь свой возраст может быть да как что такое возраст как процесс возможно для тебя вот что вот в эту тему ты готов накидать сейчас буду рада послушать ну у меня второе дыхание потому что я чуть больше пяти лет назад умер у меня была клиническая смерть так что в этом смысле ну я мой возраст ну меня очень радует ну потому что мне кажется тот кто кто-то понимает в рассмере тому легче с возрастом быть потому что ну 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 мне кажется что жизнь это вообще и и и ну ну я точно знаю что ну во мне очень много там благодарности судьбе жизни что вот можно просто жить а про возраст ну я например ну Ну, при всех прочих раскладах, ну, очень доволен своим возрастом, потому что, ну, да, нет той юношеской претии, нет тех сил, которые были там в юности, но зато есть намного больше спокойствия души и намного больше ясности мыслей, чем юности. Вот, потому, ну, есть возможность как-то медленно и вкусно проживать жизнь и в этом смысле. Знаешь, вот парадокс. Замечаю, что, ну, там жизнь точно очень быстро отщелкивает годы, вот, но и в то же время, ну, вот так-то, я думаю, в последних лет десять все больше и больше появляются способности быть укорененным в моменте, проживать там каждый день, что ли, и вот... Смакуя жизнь. Подождите, это было... Что-то со связью, да, я прослушала последнюю фразу. Говорю, получается, проживать жизнь смакуя ее, что ли. Ну, более медленно, что ли, более... С наслаждением. Да, 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 вот как-то так. Вот, и в этом смысле, ну, ну, мне кажется, что, я не знаю, только у меня ли, или это вообще, вот, ну, мне кажется, это, ну, точное приобретение, которое, ну, позволило именно возраст, ценить, там, наслаждаться, укореняться, проживать, почувствовать, переживать, лучше осознавать и так далее. А можно задам вот вопрос, скорее уточняющий, вот, а ты, ты говоришь, что это скорее больше связано с возрастом, а у меня, вот, про, уточнее, про твою клиническую смерть, или все-таки вот с тем моментом, то есть это как-то усилило? Я думаю, что и это тоже, да, после клинической смерти, ну, знаешь, ну, как будто это было такое, ну, слишком уж потрясающее событие, которое там, ну, по типу, знаешь, кто-то там надавал мне по щекам и сказал, ты что, блин, а ну-ка просыпайся, ну, проживай свою жизнь, ну, ты что, не понимаешь, что ты смертен, и что у тебя не так уже много времени. Ну, намек, понял, спасибо. Хорошо. Ну, я думаю, что во многом это еще благодаря акманической практике, потому что, ну, знаешь, наша же профессия позволяет кетче, зримее, зряче, там, слухаче и так далее вот проживать жизнь. Вот хочешь, не хочешь. Мне почему-то все время вот вертится в голове вот это вот качественно, хотя мне не очень нравится это слово, но вот правда как будто бы более качественно проживать. Ну да, Ну, потому что мы ж немножко наши, наше какое-то восприятие и, ну, тренируем мы вместе с нашими клиентами. Да. Вот. Ну, здесь нельзя, ну, во-первых, и во-вторых, ну, набрать себе же сложнее отсутствие другого. Потому тут уже нельзя, знаешь, вот если в юношестве можно там грешить, как-то ошибаться, делать какие-то лишние круги по жизни, там все как будто списывается в этих поисках, то, ну, сейчас уже нужно как-то без черновика вот сразу начисто век. Хорошо, хорошо. Тогда будем переходить уже к части про гештальт. И расскажи, пожалуйста, как ты пришел в гештальт? Что тебе привело? То есть вот начало своего пути и сюда же что-то нашел там для себя? В гештальт-терапии, в гештальт-подходе? Да, я думаю, как и у всех. Это же было начало 90-х. Все вокруг рушилось, все было непривычно. И я закончил клиническую ординатуру по психотерапии в Харькове. Меня направили в... Это еще в Присоюзе направили в Минск. Я был государством послан как тот, кто должен будет заведовать отделением неврозы. В Минске, да? В Минске, да. А я приезжаю в Минск и задаю себе вопрос, что возьмешь, что такое невроз, что же ты будешь лечить. И я понимаю, что у меня слишком мало от этого. Ну, это, конечно, ну, тот кризис, который совпал с кризисом страны и с кризисом нас, как там людей, которые искали. Ну, вот поиски. Я помню, вот, кстати, Лешу Пролем могу называть своим, одним из своих людей. Это где-то самое начало 90-х мы ездили в Москву, вот, и я стал он такой уважаемый ювеляр, а для меня он был тогда Лешей, который, вот, ну, очень интересно и увлекательно впрочем, как и сейчас рассказывал про психотерапию, вот, но где-то до начала, до середины 90-х не было понятно, в какую стезю пойти, вот, но Гестальт, он появился скорее, как книжечка Джона Энрайта, она вышла, вот как-то была прочитана, и я всегда был падок на слова, и мне почему-то, знаешь, всегда Гестальт ассоциировался с моим любимым блоком, Гестальт, хоть и медик, но мне ласкает слух, но вот, почему-то так, и я, ну, чему-то мне хотелось найти именно, ну, не знал, это вот насчет мистичности нашего бытия, что-то влекло, я почему-то считал, что вот это то, что мне нужно, ну, и рано или поздно нашел, потому что я помню звонок Кости Королева, который звонит, говорит, ты там, Сергей, такой-то там, тут у нас Гестальт организовывает, я староста не хочу пойти, но я понял, я еще, у нас в 6-й поликлинике кто-то там, ну, пытался называть это Гестальтом, вот, я пару раз приезжал, пытался там кого-то найти, но так и не нашел, ну, так что, ну, вот, так что так, оно, как обычно, знаешь, по-моему, новелла «Зеленая дверь» там про двери возможностей, мне кажется, что у любого человека всегда есть двери возможностей, которые появляются, чаще всего это какие-то люди, которые в его жизни приходят, ну, вот, пришел Королев, вот он сказал, вот он позвал, мы до сих пор вот как-то и дружим, ну, так и пошло, вот. Что ты нашел там для себя? Что ты обнаружил для себя? Ты знаешь, скорее, вот, чем тебя Гештальт зацепил? Я слышу, что ты говоришь про, вот, в принципе, про поиск чего-то психотерапевтического, там в плане профессионального развития на тот момент и знаний. А вот, чем он себя зацепил? Ну, вот странно, но вот сейчас приходит ответ честность. Вот, зацепил именно честностью. Тем более, что даже 90-е годы были. Советская жизнь вообще была очень примерной, ойственной, тройственной. Надо было там говорить одно, думать другое, поступать как-то в третьем варианте, а Гештальт зацепил честность, там на группе нельзя было соврать. Вот, и, ну, вот это было поразительно, что можно было быть собой, можно было говорить то, что думаешь, и поступать так же, и как-то, знаешь, ну, как будто не нужно было врать себе другим. Я думаю, что если меня еще несколько лет назад спросило вопрос, я бы вряд ли так ответил, но почему-то сейчас вот, как-то так кажется. А как Гештальт повлиял на тебя как затронул тебя, вот, что ты знаешь про это, чем ты можешь поделиться про это? Я думаю, что это все равно бы произошло рано или поздно. Мне кажется, что, знаешь, это вот почему-то приходит метафора, кажется, Миколанджело про убрать все лишнее. Ну, вот, приблизительно так, знаешь, вот это вот self-made man. Надо было как-то тебя с помощью Гештальта, ну, хотя бы в общих чертах, знаешь. Все равно придется там как-то весь запас притаскивать там и вот, а мы, мне кажется, что мы все равно там, ну, если все-таки брать пафосные вещи, мы приходим к какой-то миссии, вот, и одна из миссий это все-таки, ну, ну, извини за банальные слова, но познать себя, там, ну, как-то прийти к себе, позволить себе жить так, как хочется жить, ну, и так далее. Вот, ну, и гештальт в этом смысле это, конечно, великолепный инструмент. Ну, не только гештальт, вообще категория, ну, потому что гештальт это один из способов так проживать жизнь. Ну, плюс, знаешь, ну, это правда способ жить, ну, потому что если сюда погружаешься и в чем-то, ну, там, я думаю, гештальт это какие-то реминесценции или новое прочтение вот того, что раньше пытались сделать там первое христиане. мы как будто начинаем ну, как бы заново. Кстати, ну, я думаю, что одна из причин, почему у христиан до сих пор за две тысячи лет не получилось, потому что первая группа у Иисуса Христа была мужской. понимаешь, и потому это в основном были во многом мужские темности. А сейчас, слава Богу, считайте, дай Бог, вот все-таки больше женщин, может быть, потому у христианства, которое может реинкарнировать через там гештальт, через терапию, потому что с моей точки зрения терапия такая своеобразная, имеет элементы новой религии. Понимаешь? Ну, потому что мы в нее приходим как клиенты, потому что каждый из нас проживает какие-то кризисы, мы остаемся в этой религии как одетки, потом становимся как какие-то монахи, так что гештальт это монашеский орден свободной любви. Любопытная мысль, я прям думаю ее вместе с тобой в это время. Не, ну, я вот, ну, честно, вот, считаю, что именно так оно и вот, я нисколечко не сомневаюсь, что именно ну, именно это и происходит. Знаешь, когда тот же Христос сказал про то, что ребята, ну, тогда же правил страх, понимаешь, Римская империя правила страхом, и Христос первый, кто сказал, ребята, вообще должен править страх, он направит любовь, в этом смысле, то так и есть. Вот, ну, почему христиан в те времена не получалось, потому что только французы там в 18 веке там ну, стали говорить о том, что кроме любви нужна еще и свобода. Ну, и... Возвращаемся, возвращаешься к своим. А гештальт, вот, понимаешь, вот, я думаю, что кому нужна любовь, тот приходит гештальт за любовью, кому нужна свобода, тот приходит за свободой, потому что и то, и другое гештальт дает. Да. Ага. Потому что в группе, которая сидит, ну, понятно, что в терапии, ну, как, там же, знаешь, как, терапевт обязан забеременеть клиентом, выносить его, родить еще и как-то и выпустить в мир более-менее. Вот. Ну, то есть терапия, если индивидуальная, то это, прежде всего, все-таки вопрос любви. Причем, ну, терапевт как хороший, как хороший, ну, там, родитель, просто обязан ну, там, ну, дать эту любовь, потому что, ну, по-любому клиент приходит за любовью, но получая любовь, это тоже продукт, он же становится свободным, автономным, и только так. Спасибо, что делишься, хорошо. Не, а ты считаешь, что это, я думаю, я вот боюсь, что это слишком пафосно, понятное дело, что это, это, ну, это, это в целом так. Для меня, для меня это не звучит пафосно, я просто думаю, что у меня, я лично вкладываю свои какие-то смыслы и подсмыслы в любовь, и в понятие любовь, и в понятие свободу, но то, что ты говоришь, оно ложится на мои какие-то тоже ценности, мировоззрения, ощущения, вот, я просто перевариваю, усваиваю по-своему это, и, то есть, для меня нету пафоса, если, не знаю, я тебя пытаюсь успокоить, что ли? А вот смотри, у меня в этом смысле это мой бред такой, знаешь, я вообще, как бывший театр, считаю, что любое систематизированное учение, оно у меня уже систематизировано, это своеобразный бред, вот, ну, потому что, мне кажется, любые знания, любые учения, они вот появляются, чтобы дать некое осознавание и должны уйти, как дымка развеется, вот, та же любовь, знаешь, она ведь, ну, альтернатива страху, и, а страх, это же биологическое, я же как врач это хорошо понимаю, страх, это, это голод, это космос, это холод, а любовь, это то, что насыщает, что освещает, то, что обогревает, и в этом смысле, у меня нет ни сомнений, что, ну, там, для нас, для людей, для жизни, там, Богом является солнце, вот, в этом смысле, я солнцепролонник, там, и тот же Иисус Христос, он, там, один из, ну, как, один из многих, кто об этом говорит, а вот, как раз свобода, это же, это, отрегулированность в двух сложностях человека, потому, что у человека, с моей точки зрения, есть две сложности, одна биологическая, это голод, страх, смерть, то есть, ну, это в чем-то невозможно, небоязнь, смерти, голода, космоса, холода, это вот, ну, такое устойчивое состояние, вот, и, и социальная сложность, или дисгармония, это вина и стыд, ну, как главные регуляторы социальной, человеческой, и свобода, это вот именно, это возможность гармонии в сфере, вот, страха и стыда вины. То есть, как-то балансировка между, ну, даже не балансировка, а как обхождение? Ну, мы, как, мы, как биологические, социальные существа, обязаны отрегулировать это в нашей жизни, то есть, просто говоря, мы должны быть сытыми, не голодными, там, не бояться смерти, и навести порядок в плане стыда и вины. Это не значит, что мы это не должны испытывать. И то, и другое, и третье, конечно, мы имеем право испытывать, но это всего лишь, ну, там, сигнал. Мы в базовом состоянии обязаны навести порядок в этом, потому что и любовь, свободы, это все равно возможно. это, ну, это не априори, что есть, это всего лишь возможно. И мы даже сейчас в нашем диалоге, там, в чем-то не свободны, в чем-то, там, между нами может протекать любовь, а может не протекать, потому что любовь для меня это возможность свободно давать, вот без голода, без страха и так далее. Ну, вот в этом смысле метафора у меня есть от Данилы Хломова. Мы коровы, которые должны давать молоко любви. Ну, то есть, мы просто обязаны ее давать, вот, ну, это как бы наша такая, ну, что ли, имманентная сущность. И если мы это не даем, мы начинаем болеть. Вот. Нам надо, чтобы мы, ну, нас сдаривали, что ли. Я сейчас вспоминаю Эриха Фрома, искусство любить, когда он говорил, что больше все хотят, дайте, дайте. А на самом деле... Ну, да, да, это дефицит. А ты же понимаешь, если ты свободен, ты можешь спокойно любить. И это тебе в кайф. И профессия, это дает возможность это делать. Понятно, что здесь тоже есть нюансы, но в целом, ну, представляешь, ты можешь получать удовольствие от своей работы, тебе за это еще деньги платят. Ты можешь быть людьми, они тебе доверяют, самое, что ни на есть, там, интимное, самое темностное. И ты присутствуешь, и являешься свидетелем этого. И еще и можешь на это как-то влиять. Но при этом, конечно, условия не использовать. Ну, и как раз деньги являются вот этим условием. Ты за это деньги получаешь. Хорошо. Да, сейчас очень любопытно, да. Прям, да, интересно. Вернемся к интервью, к вопросам. Сейчас я подумаю, какой тебе вопрос задать. Расскажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты себя частью сообщества? И если да, то каким образом? И что это значит для тебя быть частью сообщества? И какого? Скорее, я сейчас больше говорю про гештальт сообщества. Я тебя слышу. Да, конечно, чувствую. Мне, мне кажется, любому человеку. Это же опять, это вот основа веры в Бога, с моей точки зрения. Это вот чувствовать себя частью чего-то большего. Про предотвежность? Я думаю, здесь надо аккуратно в словах, потому что, ты же понимаешь, с одной стороны, если я часть сообщества, то я же сдаю часть своей свободы, но я при этом получаю некую защиту этого сообщества и так далее. И тут всегда тоже. Ну, я себя чувствую часть сообщества, но я очень стараюсь, мне хочется быть краешком этого сообщества. В этом смысле есть выражение украинского философа сковороды «Фит ловил монетон и пеймал». Вот мир ловил меня, но не поймал. Ну, потому что, мне кажется, с одной стороны, наша социальность это очень важно, а с другой стороны, ну, в этом столько игр и в том числе и в сообществе. Вот. И в этом смысле мне, ну, близка позиция одного из моих учителей, Герна Харда Брайса, который в конечном итоге вышел из аналитического немецкого сообщества, протестуя против использования клиентов и прочее. ну, потому что любое сообщество, оно, знаешь, в любом сообществе все равно побеждает нарциссическая составляющая, а нарциссическая составляющая без эксплуатации невозможна. потому что они властолюбивые, ясные и теплые, в отличие от остальных типов людей. вот, ну, это, конечно, их, ну, такие, их позитивные характеристики, но есть же и не очень, и потому, ну, я предпочитаю быть в сообществе, но мы не быть в нем. Ну, вот, то есть, если у меня есть возможность свободно приходить, свободно уходить, то тогда да. И опять я возвращаюсь, я в мыслях про твою ценность, про свободу. Тогда это точно как-то про. Хорошо, и тогда уже времени практически не остается, хочу задать еще один вопрос, последний. Он такой, как немного взгляд в будущее. Что дальше? Что дальше для тебя? Насколько тебе здесь комфортно поделиться какими-то своими планами? Вот, что приходит сейчас на ум? И если у тебя есть какой-то взгляд на то, что дальше для гештальтерапии в целом? С удовольствием послушаю. Знаешь, вот этот вопрос он всегда вызывает внутренний трепет, потому что нож все меньше и меньше остается и хочется успеть. я осознаю, что это такой юношеский паттерн. В юношестве боишься не успеть, потому надо как-то интенсивно жить. я вот понимаю, что многие вещи они предрешены и будешь делать это медленно, быстро. Важно не филонить, важно просто честно пытаться проживать проживать свою жизнь. ну дальше, дальше, ну я вот молю Бога, знаешь, я молю Бога, чтобы было много работы, потому что, ну я, как любой несвободный человек, умею работать, но в то же время я вот понимаю, ну хотелось бы, чтобы ну вот то, что мы говорили, ну чтобы свободы было побольше, а свобода это все равно ну такое свободное время, это досуг там и прочее, это не работа. Вот, так что, ну может в конечном итоге удастся быть более свободным. Не в том смысле, что я уже и так хоть и много работаю, но при этом, ну знаешь, ну это же работа в удовольствии, это, знаешь, это уже ну возможность с кем-то делиться, с кем-то взаимодействовать, быть свидетелем и так далее, знаешь, ну и ну это правда очень важно, быть кем-то в жизни других людей. А в плане гестальта, знаешь, ну мне кажется, что если вот там, я, я ведь не претендуешь там, что мы реинкормируем как там новые христиане, но если нам удастся вот как-то проповедовать вот эти ценности, вот, то, ну мне кажется, что мы же рождаемся как запрос, и мы же этот запрос и обслуживаем, и наверное, гестальт когда-то там во что-то трансформируется или уйдет, ну ну и что, ну точно так же, как и мы во что-то трансформируемся и уйдем. Это нормально. Хорошо, тогда я, наверное, задала все вопросы, которые хотела задать. Есть ли у тебя что-то надо добавить вот к этой беседе, к этой встрече? Спасибо, что заставило меня помнить о важных вещах. Я очень тебе благодарен. Пожалуйста. И тебе спасибо, что ты так щедро делился и заставил меня задуматься о многих вещах. Правда, какими-то другими словами, да, другими фокусами внимания. тогда спасибо и дай Бог увидимся. Очень надеюсь, правда. Хорошо, тогда пахнет чабор. Да, пахнет. Может быть, в следующем году уже, да, хорошо. Да, да. Останавливаемся. Спасибо. Да.